Новый год на порозе! И все будет вкусно! Допомагаю вам скласти бездоганное святковое меню. Забудьте про банальные оливье и шубы. Центральное место на святковом столе должен заниматься он! Шедевр наших бабусь! Яскравый, с гармонийным плетом насеченных вкусов, просоченный пикантным соусом, с хрусткими маринованными грибочками на верховце в обравленной соковытое зелене. Не мов шойно с лесу салат «Грибная поляна». «Грибная поляна» – это особый салат. Чтобы сделать этот салат, вам не придется купить в магазине дорогие маринованные грибы. Народный кулинар Алла Ковальчук расскажет, как самостоятельно замариновать шампиньоны. Всего за 15 минут у вас будет чудовая закуска на все случаи жизни. Ой, какая красота! Просто на вашей кухне готовится этот салат ведущая популярного медицинского шоу Украины «ЗЖВ» Ганна Кушнерук. Я Нилочка, моя хорошая. Я вижу, что вы очень переживаете. Надеюсь, мы сможем вам помочь. Анна Кушнерук стала настоящей панацеей для своих героев. А наша кухня станет кулинарной панацеей для Ганны Кушнерук. Разом с ней выясуете, что добавить к маринаде, чтобы грибы промаринувались втрече и быстрее. Что сделать с шампиньонами после отваривания, чтобы они не стали мягкими, мов вата? Дознаетесь про новый способ отваривания картопли для салата, чтобы она не потеряла смак и аромат. Мы расскажем вам, какая тайная добавка сделает отваренную моркову ярче и вкуснейшую. И покажем, как легко и без хлопота сформировать грибную поляну, чтобы она не напоминает руины. Это поразительно. До салата вы поддавите еще и горячую закуску, неимоверно простую приготовленную картоплю, запеченную с грибами. Ух ты! Наша кухня справедливо чаревна, а джевчить варить золотые яйца. Кулинарная магия. На кухне все будет смачно. Здравствуйте, мои дорогие! Давайте проведем это время вместе. Сегодня у меня в гостях Анечка Кушнирук, ведущая проекта «Заживая», эксперт «Все будет добрый», психоаналитик. Я очень рада, когда ты приходишь ко мне в гости с кулинарной проблемой. Что случилось? Я пришла с позором. У нас была женская вечеринка, на которой мы решили к Новому году готовить все, как было раньше. Набросали бумажки в виде лотереи в такую вазу, и мы вытаскивали кто что готовит. Мне попался салат «Грибная поляна». Звоню маме, я говорю, как готовить? Она говорит, у меня есть такой рецепт в книжке. Открывают. Ингредиенты-то написаны понятно, чисто и аккуратно. Но описание, как выкладывать. Или чернила потекшие, или вода какая-то туда попала. Или пирожок кто-то положил. И все, не знаю, каким образом выкладывать этот салат. Я решила, что это мелочи жизни. Все это дело смешала, майонезом заправила, грибочков натыкала. Салат-то вкусный был? Я покажу тебе. Он был вкусный, но есть его кроме меня никто не хотел. Я не роняла. Просто печенье, как будто, знаешь, батон белый. Просто. Где цвета? Вообще, это совершенно не тот салат, Анечка. А что я пришла-то думать? Сейчас совесть меня замучила, все с красивыми салатами, а мое не ели. И девочки такие говорят, ладно, еще будет 30-го числа корпоратив. Поэтому я надеюсь, что вы положение мое спасете. «Грибная поляна» это особый салат. И со своими секретами приготовления. Сегодня мы поборемся за вкус каждого отдельного ингредиента для салата, чтобы насытить его идеальной гармонией. И самое главное, я поделюсь семейным рецептом наших маринованных шампиньонов. А на горяченьком мы приготовим из тех же продуктов, которые входят в состав салата, запеченный картофель с грибами и с беконом. Ну, конечно, прежде чем мы получим удовольствие от готовки, и пройдем кулинарный тест. Первый вопрос. Что сделать с шампиньонами перед приготовлением блюда, чтобы они крепко держались на поверхности салата? А. Подрезать ножки. Так. Б. Полностью удалить ножки. Так. В. Одеть грибы на зубочистке, чтобы потом воткнуть салат. Г. Посадить на клей. Я отметаю сразу зубочистку и клей. Я подрезала бы ножку. А ты сделала так? Я... Нет. Я так не сделала. Анечка, ты правильно ответила, потому что мы должны ножки подрезать. Зачем и почему? Ты узнаешь, когда мы это будем делать. Второй вопрос. Что добавить в маринад перед кипячением, чтобы грибы быстрее пропитались его вкусом? А. Добавить растительное масло. Так. Б. Лимонную кислоту. Так. В. Чеснок. Г. Шампанское. Ну, чеснок, у грибы чеснок, это вкусно. Анечка, неправильный ответ. А пока следующий вопрос кулинарного теста. Что сделать с грибами после отваривания в маринаде, чтобы они остались хрустящими? А. Оставить остывать в маринаде. Так. Б. Опустить в ледяную воду. В. Обсушить на сити. Так. Д. Посыпать песком. Я думаю, что оставляем в маринаде, пусть они пропитываются. И насыщаются этим вкусом. Но не в нашем случае. Неправильный ответ. Опять неправильный. Четвертый вопрос кулинарного теста. Как формировать салат, чтобы он держал форму? А. Начиная с верхнего слоя. Б. Начиная с нижнего слоя. А. В. Все перемешать, украсить сверху грибами. Г. С помощью специальной формочки для салата грибная поляна. Хорошо бы иметь специальную формочку. Я считаю, что с нижнего слоя постепенно все по порядку, да, по слоям. Хотя я делала не так. Анечка, это неправильный ответ. Пятый вопрос кулинарного теста. Что сделать с готовым салатом, чтобы он не развалился при нарезании? А. Поставить под пресс. Так. Б. Охладить в морозилке. В. Запечь в духовке. Г. Поставить под елку. Мне надо было поставить под елку и не нести на работу, не позориться. Ну, давайте подморозим его, что ли. Анечка, это неправильно. Анечка дала один правильный ответ. Чему поучиться есть, над чем поработать есть. И мы начинаем. Вам понадобятся маринованные шампиньоны, яйца, морковь, картофель, твердый сыр, лук, петрушка, укроп, листья салата и куриное филе. А для заправки возьмем сметану, яйца, горчицу, соль, сахар, лимонный сок и сушеный базилик. А майонез где? Очень многие готовят салат именно используя майонез. Но блюдо получается насыщенно жирным и тяжелым. Сегодня я предлагаю более легкий вариант сметанно-горчичную заправку. Ух ты! Делаем это все за одну минуту, но не сейчас. Сначала мы займемся мясом. 300 граммов куриной грудки. Мы сначала должны ее помыть и обсушить. В салате «Грибная поляна» каждый ингредиент должен взрываться фейерверком вкусов. Тогда получится действительно праздничное блюдо. Так что просто творить мяском – это не вариант. А чтобы куриное филе стало вкуснее, сочнее, ароматнее, его нужно замариновать и запечь в духовке. Ух ты! Чтобы маринад быстрее впитался, нужно сделать с каждой стороны филешки 8-6 проколов зубочисткой. Можно вилкой. Ой, слушай, мне так нравится. Мы сейчас смешаем ингредиенты для нашего маринада. Растительное масло, 2 столовые ложки, 4 столовые ложки соевого соуса. Добавляем пол чайной ложки черного молотого перца. И солить мы не будем. Нам достаточно соли, которая есть в соевом соусе. Все, опускай туда и располагай филе так, чтобы оно как можно больше было покрыто маринадом. Наденька, будь добра, дай пленочку, чтобы не обветривалось. Мясо мы будем мариновать 30 минут. Так. Переходим к овощам. С овощами блюдо получается не только вкусным, но самое главное что? Полезным. Для того, чтобы блюдо было полезным и овощи сохранили все полезные свои вещества, мы должны правильно сварить. Многие из вас не догадываются, что всю свою жизнь делают это неправильно. Быстренько скажи, как ты варишь овощи? В одну кастрюлю большую забросила и бурячок, и морковочку. Так делают 99,9%. В этом и есть самая главная ошибка. Если варить картошку и морковь вместе, перебивается вкус, меняются. И в салате тогда ты не чувствуешь по вкусу, что это свекла, что это картошка. Поэтому все овощи варите в отдельных сотейниках. Анечка, бери два сотейничка. Наденька, а ты будь добра включить чайник. Начинать варить овощи нужно только в кипящей воде. Вы сохраните максимальный вкус всех овощей. Когда мы отправляем овощи в кипяток, сокращается время варки. Моментально, как будто такая корочка схватывается. И что самое главное, что овощи не успевают вобрать в себя много лишней воды. Возьмем три средние картошки. Картошка – это ингредиент, который поможет нашему салату держать форму. А имеет ли значение сорт? Для салата картофель с низким содержанием крахмала. Если мы возьмем крахмалистый картофель, он разварится. Но сегодня я раскрою некоторые секреты, из-за которых вам не надо будет бежать в магазин и сказать «А у вас есть картофель, который не разваривается?» Самое главное, чтобы картофелины были одного размера. То есть, чтобы они сварились одновременно. Чтобы салат получился ярким и чтобы была сладковатая морковная прослойка без горечи, выбирайте ярко-оранжевые плоды средних размеров, чтобы кончик был тупой. Такая морковка намного сладше. Нам понадобится две морковки. Это где-то 150 граммов примерно, в два раза меньше, чем картофеля и мясо. Если вы возьмете много морковки, вы переборщите и испортите вкус. Мы должны и картофель, и морковку очень тщательно помыть. Если нет специальной щетки для овощей, возьмите старую... Губку для посуды. Зубную щетку. Губка, которой мы моем посуду, тоже подойдет. А давайте соревнования. Впрочем, хорошая идея. А Луся может просто руками. Анечка уже сказала, что она делает это губкой. А ты за мной щеткой. Да. Наливай нам водички. Три картошки, они более чистые, давайте мне. А вам по морковке. У нас есть одна минуточка. Начали. А неудобна миска маленькая. А мне удобна, щеточка небольшая. Минута прошла. Показывайте ваши морковки. У Ани лучше и быстрее, Наненька, извини. Абсолютно. А руками картофель я вымыла хорошо, но вот здесь я вижу, что поковыряться чуть-чуть нужно было бы. Я считаю, что Анин способ лучше всех. Абсолютно. Сюда я картошку, а сюда морковочку. Сюда морковку. Заливаем кипятком. На один палец должна вода покрывать морковку достаточно. Покрывает. Картошечку. Точно так же. Включаем. Мы должны воду посолить. Соленый раствор как бы обволакивает овощи и создает тонкую корочку из мельчайших кристаллов на кожуре, которая препятствует потере витаминов. Нам понадобится еще растительное масло, сахар, сода, укроп и уксус. Ничего себе. Я сейчас поделюсь с вами уникальными секретами. Я только недавно откопала у одной такой маленькой бабушкиной книжечки. При отваривании морковки для салата она обязательно добавляла в кастрюльку один-два кусочка сахара рафинада. Сахар поможет сохранить сладковатый вкус морковки, потому что соль может перебить сахар, который в морковке. А чтобы морковка при варке не потеряла свой насыщенный оранжевый цвет, в кастрюлю мы должны добавить еще четверть чайной ложки пищевой соды. Именно сода замедляет разрушение каротина в воде. Из-за этого морковка останется у нас оранжевой. Я обещала, что вы можете взять любой сорт картошки и при варке, чтобы она не разварилась. В картошку нужно добавить одну чайную ложку уксуса. Уксус не дает крахмалу развалиться. Картофель становится тверже и самое главное будет держать форму салата. Добавляем уксус. Насколько я знаю, с подкисленной водой он дольше будет вариться. Не волнуйся, потому что мы еще добавим один ингредиент, чтобы картошка быстро сварилась. Одну столовую ложку растительного масла. Растительное масло ляжет тонкой пленочкой на поверхности воды. Это увеличит температуру кипения жидкости и картошка будет вариться быстрее. Чтобы картошка не имела запаха уксуса, мы добавим укроп. Возьми две веточки на две половинки разорвать и бросить. Накрываем сотейники крышками. Только закипит, мы убавим огонь. Если варить овощи на сильном огне, внутри овощи останутся сырыми, а сверху разварятся. А морковка, естественно, поменяет цвет. Картошечка закипела. Убавляем огонь. Морковка тоже. И мало кто знает, что и морковка, и картошка относятся к самодоваривающимся овощам. Так, это значит, что мы можем снять с огня до того, как она будет полностью готова. Картошка у нас будет вариться где-то около 20 минут, морковка 15. И как это будет самодоваривающиеся овощи, я вам расскажу тогда. Хорошо. А теперь, Анечка, как я и обещала, я раскрою уникальный секрет быстрых маринованных шампиньонов. Эти грибы не только хороши в салат, но они очень вкусные и как отдельное блюдо, но их без труда можно приготовить за считанные минуты перед приходом гостей. Для маринования мы должны выбрать только свежие крепкие шампиньоны. Шапочка должна быть, естественно, белой. На ощупь упругая, можно разломать. И посмотрим, нижние пластинки розовые. А если вы смотрите, я возьму этот гриб. Нижние перегородочки все, они темные, он уже старый. Страшные коричневые. Эти грибы будут крошиться вот на такие куски, и аккуратная поляна у нас не получится. Если на срезе видно углубление, значит, эти грибы заветрились, и в ножке уже может начинаться процесс гниения. Для самостоятельной закуски лучше мариновать такие вот маленькие грибочки. Они получаются особенно хрустящими. А для салата нам подойдут грибочки среднего размера. С шапочкой 3-3,5 см. Такие грибы легче разместить ровным слоем. Если мы возьмем грибы с такими крупными шапками, между ними остаются большие промежутки, и поверхность салата будет некрасивой. Согласна. А слишком мелкие грибочки будут рассыпаться во время нарезания нашего салата. Точно. Возьмем сейчас 500 граммов средних грибов для грибной поляны и 500 граммов мелких грибочков для отдельной закуски, которую я обещала, что мы приготовим сегодня. Мы грибы должны помыть. Важно грибы не оставлять в воде, потому что они втянут в себя много сильно жидкости, будут водянистыми, просто безвкусными. Прежде чем замаринуем грибы, Наденька, первый вопрос теста вспомни. Что сделать с шампиньонами перед приготовлением блюда, чтобы они крепко держались на поверхности салата? Аня ответила правильно – подрезать ножки. Некоторые полностью отрезают ножки для того, чтобы шапочки лежали одним слоем. Ровненько. Но это ошибка. Когда у гриба полностью срезанная ножка, он будет скользить, потому что нету опоры, ничего не скрепляет. Если оставить ножку, гриб хорошо сцепится с салатом, и каждый грибочек будет держаться на своем месте. Так, так, так. Только очень важно ножки не оставлять, вот такие вот, чуть-чуть нужно подровнять. Мы должны оставить ножку один сантиметр. Понято. А ты любишь Деда Мороза и Снегурочку? Конечно, люблю. То есть, тебя бы получила замечательная Снегурочка. Вот у Деда Мороза и Снегурочки ведь жизнь нелегка. Они же ходят все время в рукавицах. Ты же правда рукавицы приготовила? Конечно. Давайте же сейчас Ане предоставим возможность почувствовать. Почувствовать. Тяжесть бытия Деда Мороза. Им же все приходится делать в рукавицах. Тебе нужно будет в них обрезать ножки у грибов. Да? Ай. Опа. Справляется ловко наш Дедушка Мороз. Я тебе усложню задание. А как ты мне? Ты мне будешь кривенькие подбирать, да? Нет. Ты будешь как талантливый Дедушка Мороз. Мало того, что вот так работать в перчатках, а еще одновременно рассказывать твое любимое детское новогоднее стихотворение. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. И много-много радостей девчонкам принесла. Справились? Справились. Ну что, теперь готовим маринад для шампиньонов. Понадобится уксус, соль, сахар, лавровый лис, черный перец горошком, сушеная гвоздика и секретный ингредиент, который ускорит приготовление маринада. Берем сотейник и смешиваем все ингредиенты нашего маринада. Пол стакана столового уксуса. Чайную ложку соли. Соль, как и уксус, выступают здесь консервантом. Сахар две чайные ложки. Это для подчеркивания вкуса. Теперь добавляем специи. Три листочка лавровых. И десять горошин черного перца. Для пикантного вкуса два-три бутона сушеной гвоздики. Перемешиваем, включаем, доводим всю жидкость до кипения и ждем, пока сахар полностью и соль растворится. Лусь, а у тебя там какой-то секретный ингредиент должен быть? Ты узнаешь обо всем, но сначала, Наюшенька, второй вопрос теста. Что добавить в маринад перед кипячением, чтобы грибы быстрее пропитались его вкусом? Чеснок, Аня предположила, нет. Он переварится в маринаде, потеряет свой аромат. Чесноком можно заправить уже готовые грибы. Лимонный сок, ну, понятно, мы уже используем уксус. Чтобы шампиньоны быстро пропитались вкусом маринада, мы должны добавить просто-напросто растительное масло. Растительное масло. При нагревании масло раскаляется и выдерживает большую температуру, чем любая жидкость. В таком раскаленном маринаде грибы в три раза быстрее сварятся и промаринуются. Теперь сколько добавлять? Три столовые ложки. Соль, сахар уже растворились. Добавляем грибы. Все вместе, да. И средние, и мелкие. И воду мы не добавляем. Дело в том, что в шампиньонах очень много влаги. И от температуры они сразу начнут отдавать эту влагу. Там получится жидкость и прилично. Вкус и аромат будет более насыщенным. Еще один важный ингредиент для салата «Грибная поляна» – это сваренные куриные яйца. Яйца придают нашему салату нежность. Для самого салата понадобится нам три яйца и два яйца мы отварим для заправки, которую я говорила вначале. Хорошо. Чтобы яйца не треснули, мы должны добавить в воду одну столовую ложку соли. Кроме этого, я хочу проверить несколько методов, о которых мне рассказала моя подруга. Эта проблема известная каждому. Вот спешишь, все готово, нужно почистить яйца. Начинаешь очищать яйца, а со скорлупой снимается белок. И вот моя подружка рассказала мне секрет. Перед тем, как варить яйца, нужно просто-напросто эти яйца проколоть. Чтобы все из них повыливалось, пока будет вариться? Нет. Вот тупая часть. Мы должны взять канцелярскую кнопку и сделать маленькую дырочку. Внутрь попадет влага. Постепенно разделяет влага вот эту тонкую полосочку между самим яйцом и скорлупой. И скорлупа тогда на два счета просто-напросто легко отходит. Мы знаем все способы, когда нужно обдать яйца холодной водой, для того, чтобы они хорошо чистились. Мы проверим, что будет лучше в данной ситуации. Два яйца вот так вот. С дырочкой. Два яйца без дырочки у нас будут. Вот как стандартные яйца взяли, как мы как обычно варим. А сейчас с пятым яйцом будем делать, как мы его будем варить? Мы сделаем золотое яйцо. Золотое? Так, сейчас самое интересное, сейчас достану с кармана. Опа. Это чулок? Это чулок. Обрезала немножечко вверх, потому что нам необходима вот такая вот часть чулка. И? С помощью этого чулка мы будем варить золотое яйцо. Ну не томи уже. Это яйцо мы отправляем в чулок. Наденька, у тебя есть такие скобы для пищевых рукавов? Чуть-чуть оставляем припуск. Держим эту сторону. А эту к руке мы останавливаем. Мы разбалтываем яйцо внутри до такой степени, что желток перемешивается с белком, и яйцо становится золотого, ну, желтого цвета. Это как центрифуга получается для яйца. Мы должны так сделать 30 раз. Вот так и... Алла, а как уже можно определить, что хватит? В этом нам поможет фонарик. Фонарик. Возьмем обычное сырое яйцо и насветим на это яйцо. Видно, что желток и белок отдельно. А это яйцо. Мы не видим, где белок, где желток. Все однородное. И это яйцо уже можно варить. Все пять яиц. Опускаем в воду. Чуть-чуть убавляем огонь и засекаем 7 минут. Пока проверим наши грибы. Маринад кипит. Грибы полтора раза уварились. Прошло 15 минут. Морковку проверяем. Чуть-чуть приупирается. Это хорошо. Выключаю. Полностью сливаешь воду. Плотно закрываем крышкой. За счет температуры морковка полностью дойдет до готовности. С картошкой что делаем? Так, то же самое с картошкой. В нашем случае овощи не переварятся. Будут необычайно вкусными, ароматными. Как будто бы их запекали в печи. Там леоные такие, да? Надеженька, будь добра, включи духовку на 180 градусов. Ты доставай сковородочку. Ставим на огонь. Наливаем 2 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. Сейчас из филе необходимо убрать всю лишнюю влагу. С помощью бумажного полотенечка. Замаринованное филе мы будем запекать. И чтобы мясо при запекании оставалось сочным внутри, мы должны его запечатать. Для этого обжариваем грудку. По 2 минуты с каждой стороны. Так, Анечка, пока филе обжаривается, прошло 7 минут. Вытаскиваем те яйца, которые мы варили обычно, в холодную воду. А те 2, которые с отверстиями, просто выкладываем на тарелочку. Договорились. И посмотрим, сработал эксперимент или нет. Бери, пожалуйста, мисочку. Холодной воды наливаем. Давай я насыплю лед, а ты, пожалуйста, перевели курицу. Ты доставай. Если с дырочки, давай мне. Это с дырочкой. Давай. Без дырочки. Да. Это с дырочкой. Это с дырочкой. И это тоже туда. Курицу выключаю. Фольгу, Наденька. Противень. А я возьму сливочное масло. Чтобы она у нас сверху не подсыхала и равномерно прогрелась в духовке, мы запекать будем ее в фольге. Сначала мы должны на дно фольги выложить вот такие тоненькие слайсы сливочного масла. Граммов 20 и сверху такие же слайсы масло пропитает все мясо и придаст куриному филе сливочный тонкий аромат. Выкладывай филе, слайсы масла наверх. Заворачиваем филе, но не надо, чтобы фольга плотно прижималась к филе. Вот такой конвертичек, да? Да. Отправляем в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. А мы возвращаемся к грибам. Грибы готовы. Варятся в маринаде 15 минут. И сейчас очень важный момент. Если мы забудем об этом моменте, то грибы будут похожи на вату. Что мы должны сделать, Наденька, вопрос теста. Что сделать с грибами после отваривания в маринаде, чтобы они остались хрустящими? Оставить грибы остывать в маринаде. Это оказалось неправильно. Если вы просто оставите грибы в горячей жидкости, они начнут раскисать. Чтобы грибочки получились плотными, хрустящими, их нужно быстро остудить. Ледяная баня. Мы сейчас берем миску. Наливаем сюда холодную воду. Добавляем сюда лед. Грибы сейчас шумовочкой перекладываем на сито. Опускаем быстренько в холодную воду. И сливаем в сито, правильно? Да. И возвращаем грибы в горячий маринад. Теперь делаем огонь сильным и доводим грибы в маринаде до кипения. Нужно прикипятить, иначе продукт начнет портиться. Хотите повеселиться? Да. Ну Новый год же, ну давай. Опа. В шапке Деда Мороза всегда какие-нибудь сюрпризы. А я думаю, что вы, мои подруги, достаточно голосисты. И знаете много хороших песен. Достаете фанк. Да. Смотрите, какое слово. И вспоминаете песню. Можешь первый оттенок. Ну давай. У меня елочка. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Аллочка. Ну давайте. Все про зиму. Снег. Снег кружится, летает, летает. Пару-ра. Я, я, я. Давай. Что? Иней. Иней. И. Синий, синий, иней. Синий, иней. И все. У-у-у. Тут главное у-у-у. Наденька, петь хорошо, но грибы уже закипели. Выключаем. Они уже плотненькие, не размякнут. Оставляем их в маринаде. Тогда вкус настоявшихся грибов будет просто идеальным. Овощи и яйца сварились, остывают, шампиньоны готовы. Мы ждем, пока запечется курочка. Чем займемся? Я обещала горячую закуску. Обещала. Это праздничный нарядный картофель, запеченный с грибами и беконом. Для этого нам понадобится картофель и шампиньоны. Есть. А еще возьмите бекон, соль, черный молотый перец, свежий укроп и подсолнечное масло. Я мою и обсушиваю картошку. Возьмем шесть. А мы что будем делать? Анечка. Грибы. Возьмешь шесть штучек и освежишь ножку. Я, ты знаешь, наблюдала, как ты дала задание Анечке срезать ножки грибов с помощью перчаток. Да. Давай и ты будешь, Снегурочка, и вот хочется посмотреть. А, теперь я буду резать икру? Ну, ты мне, конечно, извини, что ты как хозяйка и мы. Я с удовольствием. Давай, конечно. Анечка за эксперименты. Все по-честному, да, у нас? Конечно. И Надя превращается в Снегурочку. Сейчас возьми где-то пол пучка укропа и мелко-мелко измельчи. А, тяжело, да? Да, да. Разрезаем грибочек пополам, срезаем к доске и нарезаем. Так смешно. Но Надя упертая, она не сдаст, она все равно нарежет укроп. Не упертая, а упрямая. Анечка, ты уже очистила грибы? Да, грибы очистила. Теперь и нарезаем пластинками толщина 2 миллиметра, Анечка. Вот как спичка. Все. Так быстро. Я использовала эти рукавицы как защитные. Ты молодец. Потом будьте подарок, Деда Мороза. Картошечку я помыла. Сюда отправляй грибы. Добавляем сюда зелень. Картофель разрежем гармошкой. Делаем надрезы. Вот так. Вот такая должна быть картошка. Приоткрываем. Так. И сюда будем закладывать начинку. Берем миску. Берем. Складываем в нее картошку. Наливаем растительное масло. Две столовые ложки. И теперь добавляем 1 треть чайной ложки соли и перца. Стряхни хорошенечко, вот как варенье. Теперь берем бекон. 100-120 граммов. Снимаем кожицу. Нарезаем слайсы. Ты помнишь, кем ты была на новогодних утренниках? Да. Я очень любила маме рассказать, кем я буду на утреннике в день утренника. Говорю, мамочка, я сегодня жабка. В чем же я буду? Она говорит, в своем розовом платьице. А почему же я говорю, буду розовой жабкой? Потому что ты примороженная. Мы сейчас застилаем противень пергаментом. Неразрезанный бочок мы должны поколоть вилочкой. Чтобы быстрее у нас пропеклось, отгибаем первую часть отрезанной картошечки. И сюда в этот срез мы должны вставить вот так вот соединить бекон с грибочком. И вставляем. Ой, а красиво. Открываем. И дальше. А, Луся, а ты кем была на детских утренниках? Такая лисой была. У меня папа охотник. И хвостов лисих было куча. И мама юбочку пошила, мордочку с лисы. И здесь хвостик. И я уже лиса. Гармошки мы сделали. И теперь выкладываем их на противень. У нас остался бекон. Мы выкладываем по одному кусочку сверху. От жирка образуется корочка. Аромат сумасшедший. Все, молодец. Так, достаем курицу. И в фольге ставь на задний стол, Анечка, пусть остывает. Отправляем в духовку картошку. 40 минут, температура 180 градусов. Сейчас мы должны приготовить сметанно-горчичную заправку. Легкая, пикантная. Она прекрасно подчеркнет все достоинства нашего салата. Для заправки возьмите сметану, горчицу, соль, круто сваренные яйца, лимонный сок, сахар и сушеный базилик. Для заправки возьмем только желтки одни. Желтки придадут заправке густоту и устойчивость. Предлагаю сразу почистить все яйца. Давай. И посмотрим, как же наш эксперимент. Какие вы хотите? Конечно, с дырочкой. Хорошо. А я очищаю пока обычные. Чистятся хорошо. А у меня вообще не чистятся. Этот метод работает. Получается, что вот так с помощью обычной кнопки можно значительно облегчить себе очистку яиц. Да. И есть же самая главная интрига. Золотое яйцо. Золотое яйцо. Уже сил не дождаться. И это я доверяю Анечке. Давай. Ну, очень интересно, получится золотое или нет. Так. Так. О-о-о! Получается! Оно все желтенькое. Знаете, на что похоже это яйцо? На что? На омлет по консистенции. Да, да, да. Мы там уже взбили яйцо. Користый омлетик, приготовленный прямо вот таким вот натуральным способом. Получилось у нас золотое яйцо. Мы используем его, когда будем готовить грибную поляну. Пока сделаем заправку. Давай. Вот тебе два яйца. Отделяем белок от желтка. Вилочкой разминаем. Добавляем 4 чайные ложки горчицы. Добавляем главный ингредиент заправки. Это сметана. 10 столовых ложек. Одну чайную ложку соли. Сушеный базилик. И одну чайную ложку сахара. В заправку мы должны выдавить 2 чайные ложки лимонного сока. Анечка перемешивает. Так это вкуснее майонеза гораздо для салата и полезнее насколько. Еще мы должны замариновать лук. Лучше всего использовать салатные сорта. Сладковато-острые, но не горькие. Красный салатный лук. Салату придаст еще яркости. Как алуся нужно? Полукольцами. 2 миллиметра будет достаточно. И перекладываем его в пиалочку. Добавляем по 3 чайные ложки воды и уксуса. Так, перемешиваем и оставляем. Через пару минут лук станет насыщенно розового цвета. И самое главное, что лук не будет длинять в салате, окрашивая соседние слои. Картошка и морковь остыли. И мы должны их очистить. Вам морковка, а я очищу картошку. Анечка, я представляю, как с твоей любовью к Новому году ты всегда ждешь этого праздника. Перед Новым годом подарки нужно только упаковывать. А покупать их надо в течение всего года. А ты заказываешь сама для себя подарки? Я намекаю, по крайней мере, о том, чего бы именно мне хотелось. Я равно радуюсь тем подарком, который я выпросила, и тем подарком, который они сами мне подарили. Все очистили. И теперь самый ответственный момент. Мы будем формировать салат. Нужно срочно узнать правильный ответ на четвертый вопрос теста. Как формировать салат, чтобы он держал форму? Аня предположила, начиная с нижнего слоя. Но это оказалось неправильно. А как? Взять обыкновенную форму, разъемную, и выкладывать в нее салат слой за слоем, начиная с верхнего. А, мы будем переворачивать. Это салат-перевертыш. Потому что все слои чередуются задом наперед. На самый низ выкладываем грибочки, а потом грибочки наверху. Это прекрасная грибная поляна. Шедевр. Давай выкладывать сиуженец. Аня, давай форму. Грибную поляну салат следует выкладывать в таком порядке. Кисленькие грибочки, сочная яркая зелень, мягкая оранжевая морковка, твердый светлый сыр, плотная нежно-розовая курочка, сочный красный лук, нежные светло-желтые яйца и плотный белый картофель. Ну что, начнем? Давай. Берем грибочек. Ножкой вверх, от бортов, начиная и по кругу. А грибы закусочные, которые останутся у нас здесь в маринаде, мы чуть-чуть попозже достанем, заправим их и попробуем, естественно. Наденька, будь добра, дай мне зелень, пол пучка укропа и пол пучка петрушки. Давай, ты петрушку, я укроп. Как ложатся грибочки, пусть так и будут. Потому что если вы будете придавливать, верхушка вашего салата будет некрасивой. Наденька, заправочку, пересыпаешь в зип-пакет. Мы срезаем уголочек, 5 миллиметров, высыпаем зелень. Зелени не жалейте, чем больше этот слой, тем лучше. Из зип-пакета выдавливаешь заправку, вот такую сеточку рисуешь. А красиво. Так, на один слой две столовые ложки заправки. Ложкой не размазываем, потому что за ложкой потянется слой. Наденька, бери мелкую терку и натирай прямо на поверхность салата морковку. Все слои в салате один сантиметр высотой. Распределить равномерно морковочку рукой. Опять сеточка идет в заправке. Так, Наденька, я беру твердый сырок. Мы сыр можем натереть на крупную терку. А я сейчас проверю, как же чувствует себя курица. Очень красивая. Она остыла в фольге. Выкладываем сыр слоем. Чуть-чуть ручкой притрамбой. Слои должны плотно прилегать друг к другу. Опять заправочка. А я сейчас нарежу курицу. Брусочками сантиметр ширина, длина 2-3 сантиметра. Есть. И выкладываем. И выкладываем. Теперь берем лук. Сэживаю. Чуть-чуть отжимаю. На курицу сразу лук без заправки. Лук сам по себе сочный. Хорошенечко прижимаем. Лук сейчас покрываем заправочкой. А Наденька сейчас на терку, на мелкую, натрет яйца прямо сюда на салат. Два яйца, которые у нас были сварены в крутую. И сюда же отправляем золотое яйцо. Как? Вот это красиво. Так у меня рука не поднимется. Все тереть, да? Потирай. Ну ладно. Не, на самом деле отличается. Ты посмотри, какой у него действительно красивый нежность. И сюда мы дотираем те белки, которые остались. Распределяем равномерный слой. Прижимаем. Опять-таки рисуем сеточку заправки. Финальный слой. И это картошка. Картошка. Пожалуйста. Всегда на низ нужно класть натертый, на крупную терку картофель. Картофель клейкий из-за крахмала. Конечно. И салат не будет рассыпаться. Клейкая картошка, она все время липнет, чтобы этого не было. Растительное масло немного. Чуть-чуть на ручку. И натираешь, но по ходу. Все. И теперь бери картошку. А теперь беру картошку и туже, да? Прекрасно картошечка трется. Картофель самый нейтральный по вкусу. Овощ мы должны подсолить. Нет. Подсолить? И чуть-чуть перца черного. По щепотке сделаем. Притрамбовать руками или ложечкой уже? Как тебе удобно. Выдавливай всю заправку. Все готово. Ну что, можно переворачивать эту красоту? Мы не можем сразу перевернуть наш салат, потому что у нас еще пятый вопрос теста. Я напомню. Давай. Что сделать с готовым салатом, чтобы он не развалился при нарезании? При нарезании. Точно. Ты мне предложила охладить его в морозилке. Если в морозилку отправить салат, перемерзнут все слои, заправка и потеряется вкус. Не пропитается. А когда мы этот салат будем подавать гостям, он просто потечет и это будет просто месиво. Салат нужно поставить на некоторое время под пресс. Я предлагаю использовать пол-литровую банку с водой. Давай. Салат уплотнится. При подаче мы его легко разрежем. Пергамент-то кусочек дай, Надюшенька. Мы должны сейчас смазать пергамент растительным маслом. Теперь нам нужна тарелочка. Переворачиваем. Переворачиваем. Прижимаем и сверху ставим банку. Отправляем на 30 минут в холодильник. Салату настаиваться полчаса. Через полчаса и картошка будет готова. И мы продолжим. Полчаса прошло. Картошка готова в духовке? Да, я думаю, доставать нужно. А шкварчит все. Пусть останем чуть-чуть. Возьми, пожалуйста, листья салата. Беру. Я уже и блюдо для салата приготовила. Так, листья салата. Есть лицевая сторона и есть изнаночная. Лицом к салату устилаем. Это будет красиво. Теперь накрываем тарелкой, на которой мы будем подавать салат. И с этой конструкции приходишь к гостям, ты говоришь, смертельный номер. Смертельный номер. И переворачивай. Держишь и ставим. И аккуратненько снимаете. Опа. Ай, какая красота. Спасибо тебе. Это совершенно другой салат. Такой салат, как я помню с детства. Красивый, праздничный и настоящий. У нас готово сразу три блюда. И мы обязательно их попробуем. А я прямо сейчас расскажу, как можно красиво и эффектно подать эти блюда. Салат «Грибная поляна». Его подают на большом плоском блюде. Разрезают, как торт. И раскладывают на тарелки при помощи лопатки, не нарушая слои. Маринованные шампиньоны заправьте зубчиком чеснока. При подаче посыпьте луком, нарезанным тонкими полукольцами. Сбрызните соком лимона и украсьте свежим укропом. Картофель, запеченный с грибами, выложите на широкое блюдо в один слой по кругу. Украсьте зеленью. А вот теперь можно сказать пир горой. Вы знаете, что у нас есть традиция фотографировать блюда вместе с их авторами-исполнителями. Держи, Амс. С Новым годом! Праздник! Праздник! Нарезай, как запахло зеленью. Он не мокрый. Он не твякает, когда жуешь грибочки хрустят. А курица какая вкусная! Очень вкусная! Каждый вкус отдельно, а вместе это просто какой-то восторг. Да, без картошки все равно у нас ни одно застолье не обходится. Боже мой, как это вкусно! А грибочки маринованные просто чудо! Грибочки хрустящие какие! А чесночок как чувствуется в заправке? Вы такие молодцы сегодня! Дед Мороз о нас не забыл. И он передал подарки. Что там у тебя для Анечки? На ушки не мерз! Какая ты красивая! А мне теплая шапка на рыбалку! Боже, какая красота! Спасибо, будь здоровенькой! Дед Мороз! Спасибо тебе, Наденька! А Дед Мороз говорит, Алла, а передай Наде тоже подарочек! Смотри какой! Боже, какая прелесть! А можно я открою? Это твоя мечта, Наденька! Кулинар! Ура! Так хотела, и у меня этого не было. Спасибо вам огромное! С Новым годом! Ура! А сейчас запишите рецепт. Чтобы приготовить салат Грибна Поляна, вам нужны шампиньоны, яйца, морква, картопля, твердый сир, червона цибуля, петрушка, кріп, листья салату, курячий филе, соль, черный меланый перец, оцет, цукор, олія, сода, соевый соус и вершковое масло. Для заправки підготуйте сметану, яйца, герчицю, соль, соль, цукор, лимонный сик и сушеный базилик. Для маринаду для шампиньонів візьміть оцет, силь, цукор, лаврово листя, горошина чорного перцю, сушеного гвоздику та олію. Обчистіть ніжки грибів, освежіть зрізнених та сполосніть. Оцет, сіль, цукор, лаврово листя, горошина чорного перцю, сушеного гвоздику та олію змішайте в сотейнику і доведіть до кипіння. Покладіть у маринад гриби, перемішайте і варіть на слабкому вогні під кришкою, а після закипання зберіть піну. Варіть ще 15 хвилин. Гриби охолодіть в крижаній воді, поверніть їх назад у маринад, доведіть до кипіння, вимкніть і залиште охолоджуватися. Куряче філе помийте, просушіть та проколіть зубочисткою. Замаринуйте його в суміші олії, соєвого соусу і чорного меленого перцю на 30 хвилин під плівкою. Просушіть м'ясо та обсмажте по 2 хвилини з кожного боку. Наріжте вершкове масло на слайси, викладіть половину на фольгу, а поверх масла – куряче філе. На філе знову викладіть масло. Запікайте в фользі 10 хвилин за температури 180 градусів і залиште остегати. Покладіть помиті картоплю та моркву в різні сотейники, залейте окропом і додайте солі. Картоплю оцет, олію та кріп. Варіть моркву 15 хвилин, а картоплю 20. Злите воду і залиште овочі під кришкою. Обчистіть їх. Відваріть яйця круто, наріжте цибулю на пів кільця, змішайте з водою і оцтом та залиште на кілька хвилин. Розітріть варені жовтки, додайте до них гірчицю, сіль, цукор, сушений базалік, лимонний сік, сметану та змішайте. Викладіть у форму для торта гриби шапочками донизу. Подрібніть зелень і викладіть її поверх грибів. Далі знову заправка. Потім викладайте так. На заправку сир натертий на крупній терці, заправку, нарізане брусочками філеем, мариновану цибулю, заправку і яйця натертий на дрібній терці. Покрийте салат заправкою і викладіть на терту на крупній терці картоплю. Посоліть, поперчіть, змастіть заправкою і накрийте пергаментом, змашеним олів. Зверху покладіть тарілку, а на неї півлітрову банку. Поставте салат на 30 хвилин в холодильник, потім зніміть банку, тарілку і пергамент. Розкладывайте с верху листья салату, накрите блюдом, переверните салат и снимите форму. Чтобы приготовить картофель, запеченную с грибами, возьмите картофель, шампиньоны, бекон, сель, чорный и малиний перец, крип и соняшниковый олень. Помитую картофель в шкарце нарежьте упоперек гармошкой. Полите оленью, посолите, поперчите и добре перемешайте. Нарежьте обчищені гриби на пластинку. Дрібно посечить крип и смешайте с нарезаними грибами. Бекон нарежьте на слайси, вкладайте по пластинці грибів і бекону в розрізи картоплі. Викладіть картоплю на деко з пергаментом і проколіть в товстому місці з обочисткою. Викладіть зверху по шматочку бекона. Запікайте 40 хвилин за температури 180 градусів.